Наверное, эмоции были бы другие у Эшли, если бы на выступлении этой группы всё и закончилось в соревновательной программе. Но нет, есть ещё группа вторая, которая вот-вот выйдет на лёд, на разминку. Да, и очень интересно мне посмотреть на Кэтлин Осмонд, на её новую произвольную программу «Под лебединое озеро». Я очень люблю эту музыку. Также интересно посмотреть на Аню Погориллую, как она справится с этим образом. Вот, Карен Чен. А то он задала вчера Мария Соцкого. В короткой программе выступала она под «Лебединое озеро». Да, прокат у неё получился, насколько я знаю, достаточно неплохим. Но я надеюсь, что сегодня она будет кататься получше, чем вчера, потому что вчера, к сожалению, была немножко тяжеловата Маша. Сегодня хотелось бы больше лёгкости в её катании. Вот Кэтлин Осмонд. Вот второй лебедь. Аня Погориллая. Очень переживаю, на самом деле, за Аню, потому что было трудно ей в этом сезоне. Травмы. Да, Юля? Да, вчера уже обсуждали, что у неё и всё лето прошло в травмах, и сейчас она ещё от них отходит. Ну, по ней видно, да, что ей пока что немножко тяжеловато и немножко непривычно, потому что видно, что травмы только залечены. И кататься достаточно пока получается сковано. Сегодня на тренировке она выглядела уже гораздо лучше, чем вчера, по крайней мере. Ну, я думаю, уверенность, опять же, она приобрела после вчерашнего дня. Всё-таки после травм нужно немножко прокататься, так сказать, прикататься по-новому. Ну, всё равно на подсознательном уровне начинаешь себя немного беречь, особенно если это ноги или спина. Поэтому, кстати, вчера у Ани были проблемы с вращениями, она там и Бильман не делала, ещё какие-то по уровням были. Да, но это первый старт, опять же, у неё. Ну, не первый старт, но первый старт именно международный, насколько я знаю, серьёзный. Скейт Кеннеда. Тем более долгий перелёт после травм. Всё-таки нужно дать немножко времени Ане, и всё у неё будет замечательно. Ну, мы вне уверен, надеемся, что будет всё отлично. Кашля сегодня вообще не было с утра на тренировке. Но это ей не помешало. Ей это не помешало, да. Некоторые вообще выходят на тренировку, катаются минут десять, беговые поделают и уходят. Такое тоже бывает. И у меня бывало такое. Каскад Флитбергер 3-3. Мощно. Мощно, да. Вот Маша. Разминается пока что. Уже размялась. Вот Кэтлин Осмонт. Не знаю, мне кажется, ей идёт это платье. Она как-то очень гармонично выглядит. Надеюсь, что программа ей тоже очень пойдёт сегодня. И у неё тоже эта программа пойдёт. Очень надеюсь на это. Получается, Кэтлин Осмонт будет высыпать предпоследний, а на погориллая последний у нас будет противостояние двух лебедей, да? Чёрного и белого. Да, всё верно. Я бы сказал, лебедя в перчаточках и без. Мне вчера очень понравилось, как каталась Кэтлин. Прекрасная программа у неё. Хорошо, что она вернулась к своей короткой. Старой. Ей очень идёт эта программа. Всё до мелочей продумано. И костюм, и мимика, вообще всё. И прыжки поставлены очень удачно. Надеюсь, сегодня будет соответствовать твоей короткой программе. Кэтлин. Вот Аня погориллая, очень похожие платья. Да, практически одинаковые. А куда белого лебедя дели? Белый лебедь, видимо, был вчера у Марии Сацковой. Ну да, скорее... Вчера был вообще розовый лебедь. Да, розовый. Ну я думаю, это платье старое у Маши и будет новое всё-таки на следующие соревнования. Ну ладно, видно. По этому прыжку было, что у неё всё налажено хорошо. Поэтому не очень. А поэтому уже не очень. Да, поэтому да. Ну я думаю, не всё успело пока. Да, друзья, засилие гадких утят и прекрасных фигуристок у нас получается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok